Там, где можно, и, конечно, в особенности там, где нельзя. То есть это была норма, дворянская норма поведения в эту эпоху. То есть что мы видим? Что человек не сообразует свое поведение, ну, по крайней мере, ситуацию он его не сообразует. То есть он действует всегда одним и тем же образом. Он вызывает на дуэль, не оценивая силой, не думая о том, а сможет ли он вообще в этой третьей дуэли принять участие, если у него предыдущие две тут опять-таки выражаются? Он уже потом-то понял по интуиции возможностей. Говорит, я вам приношу извинения, значит, потому что я уже не смогу вам дать после первого же боя удовлетворение. Оставшимся. Да, не вам Портос, не вам Аремис. Но только за это. И это очень характерно, потому что, ну, поскольку вот даже за эти там 20 лет, что мы прожили, мы видим некие изменения социальных норм, социального поведения. И вот проявление типов, допустим, те описания, которые были сделаны там в начале 80-х, еще группой Аушеры, группой ее соратников. И те реальные люди, конкретных типов, которых мы встречаем сегодня на производстве, они себя ведут, поведенческие паттерны, их несколько различны. И вот эти различия, они сильнее всего проявляются в третьей функции, особенно там, где нормы изменились. Там, где они сохранялись. То есть по первой и второй функции это не столь значимо, а вот по третьей, да. Ну и вот если мы переставим местами, например, да, то есть уже у нас маршал или политик, а здесь интуиция возможностей, то при первом контакте не производят впечатления вдумчивых, таких прислушивающихся людей. Они действительно собирают информацию, но, как правило, вот информация достаточно нормированная. Вот скажем, мой любимый пример, я наблюдал когда-то за таким вот Жуковым, который сидел на аттестации кадров и поскольку функция нормированная, он не знал, как оценить человека. И все время спрашивал, а вот вы работаете таким-то, а какой у вас диплом? Он встречал, значит, а какое формальное у человека образование и кем он работает? Вот это был для него, да, способ оценки. И поскольку, ну и поскольку большинство людей уже за годы своей жизни, они, общая говоря, удалились от диплома, потому что там заняли другую должность, немножко сместилась сфера интересов, это постоянно вызывало определенные напряги, говорит. В конце концов, представитель комиссии не выдержал, когда очередной там вышел, так что же, вы ко мне пристанете? Я уже давно работаю не по своему диплому. То есть, вот такой момент, который просто показывает, что, или как вот такой же сенсорнологический, он искал помощника для генерального. Говорит, ну, мы тут посмотрели по анкеткам, нашли подходящего парня. Анкетка чистая, хорошая, служил там и прочее. Все, этого ему достаточно. То есть, его особо не вникает. Главное, чтобы формальности все были в порядке. Но интересно, что когда вот эта нормированная функция хорошо наработана, тот же маршал, он отличается такой особенностью, характерной именно этому типу. Он хорошо расставляет людей по местам, хорошо выдает работу в соответствии с возможностями человека. Причем оценивает он эти возможности очень узко, именно применительно к рабочей сфере. Но раздает работу очень точно. Да, да. И поэтому он еще управленец, потому что сенсорнологический, класс управленцев и клуб управленцев. И, конечно же, тут вот третья функция играет свою роль. А если мы переставим местами, да, здесь, то есть у нас есть первая функция, как у администратора и предпринимателя, здесь эти эмоции. То есть, получается, ролевые эмоции. Ролевые двумерные эмоции, которые человек проявляет в какой-то ситуации и иногда совершенно привык проявлять в такой ситуации такие эмоции. И адекватные они, неадекватные, он этого не понимает. И тут возникает такая ситуация. Тот же начальник штаба, который был этикосенсорный, он опожаловался на своего шефа, который был предпринимателем. А, значит, он говорит, ну как он кричит? Вот у нас, значит, вместо планерки у него там совещание такое, аналогичное планерке. Он говорит, он как начинает кричать, монотонно, значит, однообразно. На одной ноте. Боже, как я страдаю. А у него такой нон как бы. Такая развитая этика эмоций, там музыкальные определенные какие-то моменты. Он очень страдал от того, что это все нудно и неизобретательно. И громко. Как военная музыка. А начальник, он говорит, как же, надо покричать? Покричать-то надо. Как же я их заряжу на рабочий день? Я должен на них покричать. То есть он их делает. А он это делает совершенно... Но нормировано. Как и американская эта лугодка, да, пленчевый язык. А вот она откуда берется. Это норма. Это ролевая культурная норма в американском отношении. В американском отношении. У вас все окей. Да, у меня все окей. А мы однажды, уже давным-давно зная все это, мы однажды были просто сражены на повалках. Когда к нам заходит девушка, ну тоже собеседование, как мы называем, на входе, да, при приеме на работу, она заходит к нам и одаряет нас такой улыбкой, совершенно, ну вот, как будто она всю жизнь ждала этой встречи. Такой абсолютно сногсшибательной. Мы здороваемся, она садится перед нами и эту улыбку с лица снимает. И дальше мы полчаса беседуем, у нее абсолютно вот вообще ничего на лице, вообще никаких эмоций. Логик есть логика. Логик есть логика. Потом она встает, прощается, одаривает нас такой же улыбкой, просто феноменальной, и уходит. Мы были потрясены, насколько у человека разработанный, нормированный канал. И вот вспомним русских, да, и американцев. И существует такая расхожая шутка, это уже записано как инструкция, что если американцев спросить, как у него жизнь, он скажет, все-таки, а если русского спросить, как дела и жизнь, он так и начнет рассказывать, он скажет, все-таки. А когда русские встречаются с американцем, там как раз происходит такая, это написано прямо у них, для американских бизнесменов, предупреждение путеводителей, что не вздумайте, будьте осторожны, говоря с русскими, потому что они вас, спрашивая, как дела, они начнут вам рассказывать про свои проблемы и несчастья. Ну и... То есть, и сразу... А вот действительно, в такой ситуации, то есть, американец сразу вянет, ему становится как-то неуютно, потому что он тоже дал просто окей, окей, и все. Такое легкое, нормированное приветствие. Они, а то здесь уже надо подробно про свои душевные страдания, про свои проблемы с налоговой, там, если это бизнесмен. И прочее, прочее. То есть, вот это уже на уровень таких межэтнических контактов выходит. Если у нас... Так, мы до сих пор работаем. Ну, как бы, с минуты шести, а может, вопросы накопились? Вопросы накопились, да? Ну, давайте вопросы. Ну, я просто хотел еще закончить с белоэтикой, чтобы уже... Вот, белая этика, да, первая, вторая, первая, третья. То есть, нормированная, нормированная логика. И этики, они очень хорошо объясняют, скажем, вот, хорошего члено начальных классов, где четко расписаны методики, значит, все нормировано, все продумано, и так далее. Или, скажем, много таких этиков мы видели в любой бухгалтерии. Казалось бы, в бухгалтерии, вот формально подходя, это нужна деловая логика, финансовая логика, тут какая-нибудь логика. Но оказывается, что в собственном бухгалтерии она не нужна, потому что это жестко регламентированная область деятельности. Все делается по инструкциям, под очень сильным контролем различных служб и так далее. И поэтому там никакой изобретательности проявлять не надо, и поэтому вполне достаточно нормированной логики. Делаешь по инструкциям кем-то написанными и никакой головной боли. А для чего нужна этика? А для общения с людьми. Потому что в бухгалтерию постоянно кто-то приходит и постоянно идет момент общения. Там этика получается более многомерной. Ну, а наоборот, если у нас логика с этиком, с этической, то есть это аналитик и хозяин, то это нормированная этика, ну вот, то есть ролевая такая галантность, ролевая вежливость, как правильно себя подать, как правильно услужить, ну вот, в плане этики. Но опять-таки это все ролевые моменты, потому что вот такой репертуар, репертуар галантности есть, но тоже фиксировано. Давайте, наверное, вопросы.